Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами работать с микроконтроллерами STM32. У нас Nucleo 401 RE, урок у нас 51 и часть 2. Работаем мы с магнитометром LIS3MDL. Данный магнитометр установлен на плате расширения Nucleo, с которой мы уже с вами порядочно работаем. На прошлом занятии мы с вами продолжили инициализацию и написали её полностью. Также мы включили прерывание от таймера, включили также чтение по шине UART для того, чтобы по данному чтению по команде с программы визуализации включать чтение наших регистров, отвечающих за показания с осей. Теперь мы продолжим, собственно, заниматься с высоко-ровневой вот этой функцией, которую мы вызываем с вами из мейна, ну либо из прерываний, либо из бесконечного цикла. Здесь мы откроем, наверное, файлик, вот этот вот C-файл, с которым мы работали с вами, программируя магнитометр другой. Пока возьмём вот это, вот таким вот образом. Почему-то у нас не подошла нам вот эта вот функция, мы вроде исправляли. Но мы, наверное, исправляли другую функцию, какую исправили, мы ту и удалили. Поэтому нужно… или вообще не исправляли. Скорее всего, мы вообще не исправляли с вами. Вот. Ну, здесь нам не надо, в принципе, будет ничего вот этого. Вот. Здесь всё правильно. Здесь всё также. Здесь остаётся. И здесь будет, в общем-то, сразу. Здесь же у нас же полностью не нужно нам 4096 сбрасывать, поэтому вот это всё это не нужно. Ну и, соответственно, вот тут вот мы тоже обязаны изменения внести, но, в принципе, тоже всё можно будет забрать вот отсюда. Тут у нас всё сделано. Вот это. Ну, конечно, вот по этим тут дело не пойдёт. Именно по светодиодам у нас всего с вами тут один светодиод. Ну, сарт у нас также второй. Z-вал у нас… я не знаю, зачем нам Z-вал. Нам вообще нужен по X. Вот всё. По Z мы не будем вращать плату. Мы будем вращать по X, а X у нас – это вал нулевой. Вот мы включим здесь, а здесь выключим. Ну, это кириллица. Никуда от неё не денешься. Ну и всё. У нас, в принципе, код-то и готов. То есть мы положили в свой буфер наши все значения из буферов, которые пришли и, соответственно, их теперь просматриваем. В принципе, даже я не знаю, зачем эта операция нужна. Можно просто использовать буфер. Ну, пусть она будет для, так сказать, общих, чтобы была. То есть, ну, мало ли мы что-то будем здесь… Да, она обязательно нужна. Мы же будем, когда корректировать, например, то мы же не сможем просто добавлять значение в буфер. Будет неудобно. То есть, лучше всё-таки с перекладыванием, чтобы буфер у нас был целым. Тот, который у нас пришёл из функции, из низкоуровневой. Ну, здесь также 1155, всё это ось и всё точно так же. Всё нормально. Ну, во-первых, чтобы нам с вами с гипертерминалом работать, то всё-таки пока мы закомментируем с вами наверное вот тут, а в бесконечном цикле мы раскомментируем. Всё. У нас, в общем-то, один warning. Ну, это, скорее всего, на control. Я также его оставлю. А, tmp16 мы не используем. Ну, пусть пока будет. Вот. Вот это вот. Мало ли, может быть пригодится. Это ничего страшного, она в код не попадёт. То есть, переменные все неиспользуемые, они не идут в исполняемый код. Так, посмотрим ещё давайте, что у нас с вами отключена оптимизация. Вдруг нам потребуется отладка. У нас включена оптимизация, давайте отключим. Ещё раз соберём код. Ну, пока код соберётся, я переключусь на контроллер. Код уже собрался. Ну, и попробуем запустим гипертерминал. Ну, прежде, конечно, прошьём контроллер. Если код у нас правильно написан, то, в принципе, должно всё у нас заработать. Сейчас мы, во-первых, посмотрим, какой у нас с вами порт виртуальный, с каким номером. Вот у нас шестой порт. Ну, открыли мы тут девяточку. Ну, здесь у нас всё дело, в принципе, в том, что, скорее всего, мы… Да. Вот этот код нам нужен, который в текстовый вид у нас преобразует наши буфера. А вот этот мы закомментируем. Ещё раз прошьём и запустим. Вот. У нас пошли циферки. Вроде бы всё нормально. Это очень, в принципе, нормальные показания вполне. Мы поставили слишком высокой с вами чувствительности. У нас до 28 тысяч. В принципе, если у нас один гаусс – это у нас сколько там 6 с чем-то тысяч, то это у нас шум здесь небольшой. А это не отклонение от нуля, в принципе, а это то, что у нас, во-первых, определённым образом повёрнута плата. Вот если мы её вращаем, то у нас казание меняется. Ну, может быть и отклонение от нуля, но нам сейчас это не столь, в принципе, важно-то. Ну, во-первых, всё-таки легче, я думаю, будет работать, если мы немножко с вами убавим дискретность. То есть чувствительность снизим. То есть прибавим дискретность. Применим другой с вами, в общем, предел. В общем, у нас 4 гаусса стоит. Ну, давайте сделаем 12, что ли. Там же в технических характеристиках всё показано было при 12. И давайте мы с вами, что ли, 12 попробуем гаусов использовать. Вот. Здесь достаточно просто циферку поменять. И у нас код автоматически всё это проделает. Давайте прошьём и посмотрим. Вот. У нас уже другие совершенно здесь показания. Вот. Как мы видим, датчик работает. Вот я перевернул его. Z стало совсем другим. Ну, нули мы, в принципе, настраивать не будем. Мы просто видим, что при отклонениях при всех у нас всё это работает. Вы можете поиграть, конечно, с нулями. При… Если вот, например, вот так у меня в север. Можете здесь нолик сделать и при изменениях, то есть, смотреть, что и как будет у вас меняться. Ну, у нас ещё впереди программа визуализации. Ну, в принципе, можно пока откорректировать нули. Ну, мы можем и там откорректировать, нам это не столь важно. Я её немножко преобразовал, данную программу. Ну, для 12 гауссов. Вот это вот тут же можно вот так остановить. Вот это всё это не шум. То есть, абсолютно. Но с шумами мы ещё всё равно и даже с таким будем бороться с вами. Давайте терминал отключим, в общем-то. И включим теперь всё для визуализации. Ну, мы пока его вот просто расконнектим. Не будем выходить из него, мало ли пригодится вдруг. Теперь мы раскомментируем вот этот код, во-первых. И закомментируем вот этот. Уберём теперь задержку. Соответственно, у нас же будет задержка… Все задержки установлены у нас уже не здесь. У нас в программе визуализации всё это проделано. Я думаю, когда я немножко порядок в коде там наведу, то я поделюсь своими исходниками. Уже у меня их просили. То есть, уже людям интересно посмотреть, что я там такое наковырял. Ну, наковырял я там страшные вещи, но удивительно, что всё, в принципе, работает. Глядишь-ка и уроки с гандабим когда-нибудь по функциям Windows API. Всё это на чистом API абсолютно написано. Ну и вот этого нам мало. Нам ещё вот здесь нужно вот это закомментировать. А там, где по прерыванию работаем, там наоборот раскомментировать. Вот тут. Пошиваем. И сейчас я найду одну программу визуализации. Посмотрим сначала в ней, которая рисует графики. Вот это. Ну, что я здесь ещё добавил? Давайте в порт. Во-первых, в 234 это правильно. Я здесь добавил вот такие интересные делители. То есть, если мы плюс-минус 512 делаем, то у нас вот здесь вот получается 512. То есть, градация у нас будет не 32768, а именно 512. Вот так вот если ставим, то у нас полная будет чувствительность. Ну, хотя, скорее всего, я наоборот написал. Вот мы видим, что у нас всё в одну точку собралось. Вот если я 512 включил, то у нас всё, соответственно, разъехалось. А, правильно, 512, да. Остальное всё ушло за пределы плюс-минус 512. Мы же с вами смотрели в терминале, какие там были показания. Они ещё вот тут остались. Вот, соответственно, вот это всё за 512 уже ушло. Да плюс ещё мы вертели плату. То есть, если мы сейчас сделаем 1024, то вот. Все показания у нас уместились. Ну, шумок-то мы с вами, конечно, видим. Ну, давайте сначала, наверное, шумок устраним. Я думаю, мы это проделаем быстро. У нас функция уже готова. Вот наш шумок. То есть, шумок существует. Я не думаю, что это так трясётся у меня стол. Стол у меня абсолютно не трясётся. То есть, это всё-таки какой-никакой шум. Но он небольшой. То есть, если мы посмотрим вот здесь, то он очень маленький, этот шум. Вот. Просто чувствительность я добавил у программы. Ну, в общем-то, удобно, я считаю. Вот если мы выставим пределы плюс 2048 и минус 2048, то мы увидим, что у нас уже всё это вот здесь собирается. Вот мы когда плату крутим, мы заметим, что у нас перемещаются. Ну, то есть, мы относительно магнитных полей её крутим. Мы потом ещё с магнитиком поиграем. Соответственно, у нас ещё времечки есть с вами. Хорошо. Давайте мы просто сейчас… Я на занятии по предыдущему магнитометру объяснял, как работает код скользящего среднего. Возьмём и глобальные для него все переменные мы. И буферы тут и всё прочее. Всё у нас тут есть. И просто положим их в нашу библиотеку. Также и функцию куда-нибудь прямо вот сюда мы её засунем. Вот у нас функция. И теперь дальше у нас будет инициализация. Вот она счётчик заполнения. Ну, немножко мы покрасивее напишем комментарий. Ну и вызовем, соответственно, нашу эту функцию. Вот тут где-нибудь. Так, ну у нас есть уже с комментарием, я думаю. Вот сейчас мы… А, мы уже не запомним. Сейчас наберём немножко. Вот что у нас было с вами, чтобы на экране у нас осталось. Ну, потом мы ещё одну хитрость применим, чтобы было это всё видно в реальном времени, как у нас зависит с фильтром и без фильтра. Ну, в общем-то так. Собираем код. Прошиваем код. Всё. Светодиод зажёгся у нас. Стартуем код. Вот, соответственно, у нас совершенно другая картина, как мы видим. У нас нет шума и всё у нас нормально, шустренько работает. Вот я трясу платой. То есть, вот так у нас работает магнитометр. Вот когда лежит, практически ничего здесь не шелохается. В общем-то мы даже можем и 1024 включить. Вот. И видим, ну, немножко есть какие-то колебания, но они уже плавные и они незначительные. Ну, оставим пока всё-таки 512. Нет, не 512, а 2048. Вот. И пусть они тут бегут. Вот. Ну, чтобы нам оценить, в общем, ещё красоту нашего фильтра, давайте задействуем с вами кнопку. Значит, как у нас синяя кнопка здесь организована. Вот она у нас userblue. Она идёт у нас на PC 13. Ну, давайте в Cube зайдём. Может быть даже у нас она и включена. Вот. Она у нас включена уже, PC 13. То есть, нам ничего включать не надо. Вообще бы её, конечно, нет. Она у нас как-то нехорошо включена. Её бы на output включить, конечно, желательно. Давайте-ка мы выйдем из кейла. Сделаем… А, нет. Не output, а input. Вот. Генерируем код ещё разочек и откроем наш проект. Запустим на компиляцию и давайте уже по кнопке работать. Вот. То есть, у нас будет всегда с фильтром, а если кнопку нажмём, то фильтр у нас наоборот будет отключаться. То есть, вот так. Давайте здесь. Сначала вот как раз наш TMP16 всё равно она простаивает. Мы сюда с вами, в общем, наш значение внесём по кнопке. То есть, это лучше делать так. Не именно в условии считывать значение, а считать заранее в переменную. Так лучше работает. А то иначе бывают глюки. Можно ошибиться с значением. Ну, мы в принципе можем взять и вот такой. Чуть-чуть подправить. То есть, где нам сейчас искать readPin. Мы возьмём writePin и исправим его на readPin. Вот. У нас C и pin 13. Вот. И теперь если TMP16 у нас не будет равен нулю, а не будет он равен нулю, если у нас кнопка не нажата. Если нажат, то он будет равен нулю. Давайте комментарий напишем. Ну и сделаем вот так. Вот и всё. Прошиваем. Идём в программу. Вот. Жму кнопку. Всё. Пошёл шум. Давайте попробуем на 1024. Вот. Жму кнопку. Пошёл шум. Отжимаю кнопку. Шум пропал. Жму кнопку. Пошёл шум. Также можно при нажатой кнопке вот покрутить. Вот у нас всё идёт с шумом. А так, в общем-то, без шума. Вот. Ну, теперь попробовать нужно нам другую программу. Давайте её также найдём и запустим. Ну, программа с шариком. Вы её уже, в принципе, также видели. Ну, здесь также были некоторые коррективы внесены. Я без этого не могу. Здесь делитель. То есть, мы можем единичку оставить, то у нас будет от 0 до 32768. Если двойку, то, соответственно, каждое показание будет делиться на 2. Ну, давайте возьмём 256. То есть, получится, что мы будем использовать практически только старший байт. Запустим. Ну, и соответственно, мы видим, из-за того, что у нас здесь 0 не откорректирован, у нас шарик укатывается. Давайте как-нибудь уравновесим нашу плату, чтобы она никуда с места не тронулась. Ну, пусть даже вот так. И запомним, какие здесь показания. Ну, вот тут приблизительно 280. Ну, в принципе, мы можем сделать вот таким вот образом. Мы можем это видеть в реальном времени. Ну, и глядя на эти показания, скорректируемся. Так, здесь 278. Здесь плюс 720. Здесь вообще-то минус. Надо с обратным знаком. Ну, не знаю, 555. Давайте напишем минус 555. Попробуем прошиться, не останавливая программку. Работает. Здесь что-то у нас не то с Y. Почему-то он у нас скачет как-то подозрительно. Ну, хотя у нас шарик, да, он по Y немножко перемещается. Что-то с вами у нас с Y творится. А что с ним творится неизвестно. Чего тут твориться не должно. Не знаю. Сейчас я видео остановлю, немножко поиграюсь. Может быть найду даже ошибку. Подозрительные эти прыжки. Никто не прыгает, прыгает только Y. Почему он прыгает, непонятно. Ну-ка, кнопку если нажмём. Всё равно прыгает. Ну, вот. Что же у нас код вообще неправильный был. Вот здесь. Откуда двушка-то? То есть у нас и код прошлого занятия был. Ну, вот у нас здесь такая же двушка. То есть вы там подправьте. Это же Y. То есть у нас из этого и показания. Ну, на прошлом-то занятии там особо это всё не влияло. То есть там у нас практически последний бит, он этот и не использовался. У нас там мало бит было использовано. Но, тем не менее, влияние было. Вот теперь у нас не пляшет Y с вами. Вот поэтому мы давайте сейчас ещё прежнюю программку запустим. Где же она? Вот она. И я видел, что внизу всё-таки я не стал говорить. Укрыл, так сказать, это дело. Это у нас оси в кучку собрались, потому что они у нас… У нас вот это вот синий, вот это как раз то, что отвечает за второй показатель – это Y. Когда я вращал плату, она как-то подозрительно вот такими вот скачкообразно ходила. То есть… Так, попробуем с шумом. Вот. Теперь все оси ходят очень плавненько. Нормально. Вот. Это очень хорошо. Ну, конечно, мы 0 теперь сбили. Плату стронули. Ну, не сильно. В принципе, сбили. У нас отклонений тут не более 30. То есть… Останавливаем, запускаем программу другую. Все программки я вам дам. В принципе, со временем и исходничками поделюсь. Я не жадный. Ну, теперь у нас кубик с вами… Вроде бы кубик этот, шарик, стоит на месте и никуда не дергается. Мы можем менять настройки здесь спокойно в реальном времени. Если мы здесь сейчас включим единичку, то, конечно, он у нас ещё будет потихонечку летать. Слишком велика чувствительность. То есть, вот так работает программка. А если наоборот включим вот 512, всё встанет на место. Мы сбросим и вот он будет у нас здесь находиться. Ну, давайте теперь магнитик. Попробуем сначала маленьким поиграться. Вот такой вот крошечный магнитик. Сейчас я вам покажу поближе. Вот крошечный такой магнитик. Вот у нас магнитометр. Я подношёл и шарик отклонился. Уношёл – шарик остановился. Вот. Кручу магнитик. Шарик вращается. Вот. И шарик встал. Теперь давайте попробуем большим магнитиком поиграться. Вот. Он ещё далеко этот магнит. Давайте я вот покажу. Вот. И шарик уже хаотично, то есть, начинает прыгать. Сейчас под стол магнит. Вот. И у меня шарик падает на стол. Вот таким вот образом. Ну, соответственно, магнит нам нули… А, уношу магнит далеко и нули, в принципе, у нас восстанавливаются. Давайте побольше чувствительность включим. Вот. Учетверим. Вот. Шарик встал у нас. И уже если я далеко, магнит он особо не чувствует. А когда поближе начинает уже чувствовать. Так что вот х у нас вообще достиг максимальной величины. Ну, то есть, мы с вами с данного занятия убедились, что датчик наш отлично работает и что мы уже в программировании гораздо преуспели. То есть, что делает нам огромный плюс. То есть, смотрите мои занятия. Я думаю, вы данного уровня достигнете и достигнете ещё большего уровня. Я в этом уверен. Больше, чем уверен. То есть, как говорят, плохо тот ученик, который не превзошёл учителя. Когда я со многими общаюсь в личке и вижу, что уже совершенно ученик пошёл другой. Не тот, который был буквально полгода назад. То есть, уже приходят у меня такие вещи спрашивают, которые даже и я затрудняюсь ответить. То есть, за это вам огромная честь и огромное спасибо. Что значит, вы уроки смотрите и тренируетесь в программировании. Ну, вы не только, конечно, уроки смотрите. Вы, наверное, много чего смотрите. И это, в общем-то, делает плюс. На этом, считаю, цель достигнутой, занятие нашего по магнитометру. Поздравляю вас с этим. Подписывайтесь на канал, чтобы знать точно, когда выходит у меня следующее видео. Жмите кнопочку «Мне нравится» под видео. Также под видео в описании написаны ссылки, где можно обсуждать вопросы программирования. Также ссылки будут на программки визуализации. Вот эти вот интересненькие. То есть, и будут ссылки на определённые, в общем, железо, где можно приобрести. Так что не проходите мимо описания. Ссылка будет на форум ещё. Ну и пишите, соответственно, комментарии и под видео тоже. Всем пока. Всего хорошего. До свидания. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...